Олесь Бузина, писатель, журналист, телеведущий. Родился в Киеве, окончил филологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Автор порядка десяти книг, самая известная из которых – Бурдалак Тарас Шевченко. Работал в разных СМИ. С 2007 года автор колонки и блога в газете «Сегодня». В январе 2015 назначен шеф-редактором газеты. В марте подал в отставку ввиду несогласия с цензурой руководства. «Были какие-то гражданские требования у людей, которые живут на юго-востоке Украины? Ну так уважать их надо. Хотят люди сохранить свои культурные, ментальные особенности, сохранить свои традиции. Не важно, что они хотят сохранить. Памятник Ленину или Артему, или просто право писать все служебные документы на русском языке. Это надо уважать. И эта жуть еще продолжается. Она и остается. Буквально две недели назад, когда уже вроде бы вышли из того же Дебальцевского котла, а в песках погиб фотокорреспондент газеты «Сегодня». Поехал человек в отпуск. Приехал туда и погиб, был убит, попал под минометный обстрел. То есть трагедии продолжаются. Я был на его похоронах Николаева. Жуткие трагедии продолжаются по-прежнему. Тем не менее, нокаут постепенно, шаг за шагом спадает, спадает. Люди не могут бесконечно думать только о войне. Но войной очень выгодно оправдывать то, что происходит в стране. Как можно любить правительство Яценюка? Или как можно верить в то, что он сделает что-то лучше? Страна наша, Украина, благодаря тому же Яценюку получает очередной транш от Международного валютного фонда. Но мы не видим этот транш, мы его не чувствуем, потому что он должен уйти на оплату предыдущих долгов. Нам просто повышают тарифы, потому что требованием МВФ является повысить тарифы. Их повышают. Повысить, разобраться с пенсионерами, например. То есть пенсионеры получали пенсию как можно меньше. Тут щемить пенсионеров. Главный враг новой украинской власти, которая пришла на волне Майдана, это пенсионеры. Я еще в 2013 году, до всех этих событий, когда Янукович шел в Евроассоциацию, я писал, что это провал. Просто мы будем бедными, мы будем нищими. В Европе не нужны наши товары. Просто не нужны. Мы не производим ничего такого, что необходимо Европе. В больших количествах мы за счет этого не проживем. Но стабильность, которая была при Януковиче, смеялись над второстепенными речами. Над тем, как Азаров коверкал слова. Я думаю, что если бы большинству людей сейчас сказали, кого мы давайте Азарова, который слова коверкал, вернем. И вернем гривну за, доллар за 8 гривен, тогдашний социальный пакет, выплаты на ребенка. Или вот Яценюка. Слова не коверкают, даже английский язык знает. Но в карман так залез, как ни один вор не залезает. Он поработал. И так в очках, красивый, интеллигентный, грабят по полной программе этого простого украинского человека. Я против украинофобии. Но я против русофобии. Я тоже против русофобии. Я против антисемитизма. Сколько мерзавцев рождаются в любом народе. Против расизма. Вот я против всех этих вещей. Но у нас на этом постоянно норовят играть. На низменных инстинктах. И вот доигрались до войны. Все играли. Вообще политики, как говорит один мой друг, не существует. Существует только экономика. Политика это шоу. Рынок основной, украинский, находится все равно на востоке. Он находится все равно в России. Иначе бы фабрика президента не выпускала конфеты в городе Липецке. И не увеличивала бы там производство этих конфет. Что я знаю? Сто процентно. Они сами их пресс-служба это подтверждали. И нужно будет все равно вернуться к состоянию мира. Я понял, что не смогу бороться с системой. Ну не смогу. Система сильнее. Надо это признавать. Либо эта система меня превратит в часть себя. Сделает меня таким обтекаемым, округлым. Значит, я буду говорить не то, что думаю. Буду обманывать читателя. Буду способствовать обману. Либо я честно откажусь от большой зарплаты. Даже, скажу честно, очень большой. Сто тысяч гривен в месяц. Я отказался от нее. Это вот сто тысяч для украинцев такая сумма. Я не боюсь это сказать. Вот я ее пополучал два месяца. И слава богу. И хватит. Я живу в этих шестидесяти двух квадратных метрах и доволен. Ну вот все. Спокойно, мило, тихо. Без взяток. Никому ничего не должен. Мне никто ничего не должен. И огромному количеству людей, я думаю, что стоит привыкнуть к тому, что надо быть честными. Просто честными. Что думаешь, то и говори. Не бойся. Что наболело, с тем и борись. А не с какими-то второстепенными вещами. Хочешь денег больше. Сколько ты на Майдан не сбегаешь за этими деньгами. Там покормят, пока Майдан стоит. Разговаривай со своим руководством. Устраивай забастовку. Требуй повышения зарплаты. Ну конкретно, у конкретного человека, где ты работаешь. А не у какого-то политического проходимца, который бегает с вилами и что-то обещает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok